В северную столицу, в Санкт-Петербурге, новый главный полицейский. Сегодня на место уволенного со скандалом Михаила Суходольского назначили его бывшего зама, генерала Сергея Умнова. Правда, Умнов никогда не был человеком Суходольского, работал в питерской полиции середины 80-х и считался скорее приближенным главой ведомства Рашида Нургалиева. Подробности расскажет наша коллега Елена Шмараева. Лена. Здравствуйте, коллеги. Да, и сегодня вот как раз одновременно с назначением Умнова появились новости о продолжении, собственно, скандала, из-за которого был уволен Михаил Суходольский. Стало известно, что за смертью в отделе полиции 15-летнего школьника Никиты Леонтьева ответит майор, 39-летний Олег Прохоренков. Он арестован, и ему предъявлено официальное обвинение в нанесении побоев восьмикласснику. Сначала следователи считали, что Леонтьева бил только самый младший по званию в отделении полиции участковый Денис Иванов. А через месяц выяснилось, что майор Прохоренков не просто участвовал в избиении, а именно он ударил первым и швырнул школьника на пол. 28 февраля 2012 года был задержан 39-летний Олег Прохоренков, заместитель начальника по линии охраны общественного порядка 75-го отдела полиции, майор полиции. Из материалов уголовного дела следует, что Прохоренков ночью 22 января 2012 года в помещении участкового пункта полиции схватил подростка за одежду, бросил его головой вперед по направлению стола, в результате чего он ударился головой об стол, упал на пол. Затем Прохоренков нанес ему множественные удары кулаками по голове и телу. Иванов, действуя согласованно с Прохоренковым, также нанес потерпевшему множественные удары черенком от швабры и кулаками. В результате действия Прохоренкова и Иванова смерть подростка наступила в карете скорой помощи от закрытой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга. Смерть восьмиклассника в 75-м отделе полиции сначала пытались представить как несчастный случай. Участковый Иванов, а также майор Олег Прохоренков и Алексей Малых, которые находились в отделении, говорили, что задержали малолетнего грабителя. Ему стало плохо по непонятной причине, они вызвали скорую, но до больницы его врачи не довезли. После того, как с полицейскими поговорили их коллеги из отдела собственной безопасности и следователи, участковый Иванов признался, бил подростка черенком от швабры. Почему сделал это, объяснить не может. За задержанием лейтенанта последовали увольнения майоров Прохоренкова и Малых, а также отстранение руководителя полиции Невского района. Тогдашний начальник полиции Петербурга Михаил Суходольский сделал сразу несколько публичных заявлений. Сначала о том, что проведет тщательное расследование и накажет виновных, а потом сообщил, что недоволен прибывшей из Москвы проверкой. Дело в том, что после инцидента с Никитой Леонтьевым работу питерской полиции прибыли проверять сразу 40 офицеров из главка МВД. После этих высказываний лишился должности сам Суходольский. 10 февраля он был отстранен и уехал в Москву. Сегодня начальником петербургской полиции назначили бывшего заместителя Суходольского Сергея Умнова, который, по данным источников, серьезно конфликтовал с опальным генералом. Что касается дела Леонтьева, то потребовался месяц, чтобы выяснить. Участковый бил подростка не в одиночку. Майор Прохоренков, в отличие от своего подчиненного, признательных показаний не дает и все отрицает. Участвовали ли в экзекуции майор Малых, следователи пока не выяснили, но привлечь его к ответственности все равно уже не удастся. 5 февраля он скончался от инфаркта. Еще один аспект уголовного дела, который пока не изучен, это, собственно, обстоятельство задержания самого Никиты. По данным петербургского агентства «Ажур», подросток не участвовал в ограблении, а заявление на него написала 46-летняя жительница района Невского, которая давно состояла на учете в том же самом 75-м отделе милиции. Мать мальчика Ольга Леонтьева интервью старается не давать, но сегодня она опубликовала в виде обращения к кандидатам в президенты. Она требует вернуть ее сыну честное имя. Давайте послушаем. Сейчас люди, мучившие моего сына, задержаны. Я бы хотела сказать спасибо, но такова суть матери. Мне мало этого. Два часа хватило на то, чтобы убить моего сына. Два дня хватило на то, чтобы оболгать. Сейчас ведется очень активное следствие. Ведутся допросы, собираются отрицательные характеристики на Никиту. Якобы он забрал 300 рублей у дамы, которая никогда не была трезвой. Уважаемый кандидат в президенты, может быть, у вас найдется минутка отвлечься от дум о России и обратить внимание на маленького человека, на меня. Пусть люди, виновные в этом, признают, что они оболгали. Пусть вернут честное имя моего сына. Решение реакции петербургской полиции на это обращение, в частности, нового начальника главки генерала Умнова, или кого-нибудь из тех, кому оно адресовано, пока не последовало. Спасибо, Лена. Лена Шмараева о тайнах петербургской полиции.